Вакцинация Сегодня сотрудники медучреждений не всегда успевают оформлять данные в полном объеме. Помогают волонтеры. Здесь какая-то помощь нужна от нас. Только если будешь волонтеры, которые помогли нам помочь, сколько нужно человеку. Еще человек 5 любит, а еще 2 смены. Сейчас без QR-кода во многие общественные места путь закрыт. Завершить работу по актуализации регистров необходимо до 1 февраля 2022 года. Поэтому внесение данных должно происходить точно в день в день. По словам главврача Одинцовской областной больницы Андрея Фадеева, сама вакцинация проходит достаточно активно. Мы в рамках поставленного вакцины прививаем и соответственно добыть. У нас нет опасений, что мы к 10 декабря не сделаем лапку. Андрей Иванов осмотрел хирургический корпус больницы, где идет ремонт. Работы выполнены уже на 60%. Электроснабжение, слаботочка, скуд будет, свободный доступ. То есть покажется все время в палатах. Палатная сигнализация, то есть больная может нажать спокойно. Мы такой ремонт делаем к сосудистому центру, или только из расчета ковиды? Нет, здесь это предназначение. Просто приемное оселение. Это полоцена, уже нового формата. Заменены окна, откосы, подоконники. Используются специальные материалы, предназначенные для так называемых чистых медицинских помещений. Та часть, она будет похожа к этой, но там будет уже именно под реанимацию. Та часть, получается, левая от входа. Там же все центры, соответственно, и реанимация будет. Там же будут реанимации на 12 мест и плюс платосинтрофия. Совсем скоро региональный сосудистый центр начнет принимать здесь первых пациентов. Квалифицированная медицинская помощь будет оказываться практически сразу после поступления больного. В первом квартале 2022 года ремонтные работы в хирургическом корпусе планируется завершить. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».